здравствуйте друзья мы с вами снова вместе это бог знает какая по счету статья несколько сотен и все хочу перевести на разговорный язык во-первых статья давно забыта забыта статья садовоза аббреватурой в ш и забыта уже наша реакция с юрия латинковым на эту статью но вопрос принципиальный потому что никак не получается к нам не просто две лыжни научная и любительская садоводческая а не то что они там идут хотя бы параллельно как как следы двух лыж нет они все расходятся расходятся статья важнейшая поэтому я и буду комментировать долго обстоятельно скучно для многих но иначе нельзя вопрос принципиальный поэтому и называется эта статья здесь вам нет тут немножко шутливое название но это действительно что здесь вам не тут и здесь вам не там так поехали статья вообще в райском садоводе отступление человек уже давно было за 80 когда я последний раз видел его материала носит я не знаю жив он или нет я специально не стал смотреть почему потому что для меня он живой а живым дискутировать легче морально легче вот когда так мы с курдемом делали общую книгу мы по многим позициям не могли найти общего языка курдема выпускник тимиреевки это не шутки с одной стороны так и с другой стороны мой автор самые книги ценные которые вышли это я называю самые ценные книги в россии за последние 20 лет поэтому процессе дискуссии он нашел этот материал и выделил красным цветом то что он считает мы должны если не согласиться то хотя бы рассмотреть читаем а на моей стороне юрий латинко выдающийся садовод россии вот и во многом это предупредено было и не я связал судьба связала так что сейчас он тяжелейшем положении после двух тяжелейших операций в эти дни лежит под аппаратом искусственного дыхания вот и друг раз попадается именно статья совместная моя с латинком поехали желаю ему здоровья поздравление мы его ждем потому что латинков так же как выше один это есть выдающийся садовод россии вот но один оба инженеры вот оба пришли садоводство сложившиеся людьми оба стали профессионалами но а что такое но смотрим дальше итак я для удобства плохо видящих и плохо слышащих разделяем материалы на текстовое и на ауди поехали просматривая имеющие у меня печатные материалы по международному симпозиуму по культуре абрикоса прошедшим семьдесят седьмом году веревать мне туда только я тогда не знал что я буду садоводом я наткнулся на очень интересное сообщение молдавских ученых куштеренко максименко и смыкова о выявлении ими разнокачественности семян абрикоса в разных частях кроны вот это значит выше вот продолжает он и уже его реакция его как можно сказать даже интерпретация многочисленные исследования проведенное на однолетних многолетних растениях подчеркиваю этими товарищами в этом сам молдаве том числе и плодовых культурах неоспоримо неоспоримо обратите внимание мы собрались спорить с кухон показали что семена одного и того же растения не одинаковы по морфологическим признакам физиологическим свойствам уровень накопления и соотношения жизненно важных веществ вот сейчас поймете в чем самая соль вот этого всего и как это интересно и как познавательно поэтому тех всех любознатых я прошу слушайте читайте дальше с учетом сказано данными молдавским учеными была проведена работа по выявлению как морфологических и биохимических особенностей семян абрикоса формирование которых происходит разных частях кроны дерева то есть принципе там ниже будет так верх-низ так и влияние разнокачественности семян на жизнеспособность в частности на зимостойкость и засухоустойчивость СНЦФ основой работы послужили результаты их исследований показавшие что вегетативные органы плодовых деревьев верхнего яруса кроны верхнего подчеркиваю и высших порядков ветвления то есть получается это это сюда придет высших порядков ветвления внимание верхнего яруса и высших порядков ветвления скорее всего можно назвать серединой отличается от ниже расположенных по анатомо-морфологическим признакам и физиологом биологическим свойствам кто бы спорил я это вижу каждый день до сих пор вещь понятная вопрос принципиальный что мы чему противопоставляем и так побеги с верхнего яруса кроны а подчеркнул кордиумов он как бы находится в центре спора он как бы фактически арбитр хотя бывает что арбитр прилетает с обеих сторон но это шутка имеют так побеги с верхнего яруса кроны имеет более развитую коровую часть основа кора и более четко выраженный пробковый слой пробковый слой это сразу под корой так а листья более мелкие клетки эпидермиса так большую подчеркиваю большую небольшую а большую часть жилок мелкие устрица и большее их число на единицу площади то есть вот она верхняя часть содержание хлорофила в этих лицах меньше нет то есть наоборот то это в нашу пользу о которой вы еще не знаете то время как интенсивность дыхания количество аскорбиновой кислоты и белкового азота выше вегетативные органы верхней яруса кроны ну это то что цветет так отличаются низкой оводненностью и повышенной водоудерживающей способностью все сказанное свидетельствует о появлении свойств повышенной жизнестойкости так мы говорим про верх повышенной морозостойкости и зимостойкости и повышенной засухоустойкости вегетативных органов верхней трети кроны это видимо опять же курдиво подчеркнул выделил дерева где условия питания водного режима освещения температуры и влажности воздуха в довольно значительной мере отличается от таковых в средней и нижней частях совершенно согласен так и то что наверху тяжелее жить верхним тоже согласен но дальше самое интересное итак юрий латинков его железов этот абзац принимается без единого замечания так как у нас уральцев и сибиряков жесткий климат еще более чем у южан дифференцирует развитие и различий частей дерева на разных уровнях измеряя их целыми метрами идем дальше итак ВШ сделанное на основе этих результатов выводы позволили предложить практическому садоводству прием способствующий повышению это важнейший момент качество морозостойкости и зимостойкости и засухоустойчивости саженцев плодовых культур и заключающейся дальше подчеркивает курдива в использовании для окулировки подвоев почек и черенков побега с верхней третьей кроны мальчих деревьев так ну мы начинаем маленько собрать а если верх подмерз это нормально но пока это это сказать мысли вслух как как даже не обращать особо внимания повторяю вот вот предлагается использовать для окулировки подвоев подчеркивать для окулировки не лучший кстати способ с верхней почек и черенков с верхней трети кроны мальчих деревьев так дальше 70 года этот прием был включен министерством сельскохозяйства молдавии даже комплекс агротехнических мероприятий поворачив саженцев плодовых культур как обязательно ну тоже особых возражений нет вот хотя есть но нет но есть но молдавия это граница между южным садоводством назовем его италию испанию францию бельгия и северное садоводство которое начинается по южной границе россии но не всей россии а западной россии потому что где-то чуть-чуть на восток там есть еще и и кубань но мы ее пока не рассматриваем для меня кубань уже опасными место чем южнее тем понятно там должны расти более роскошные растения вот тогда ими не надо 30-40 градусов они роскошные растения могут при 20 терять вверх кроны я ничего не намекаю идем дальше на основе использования указанных исследований исследования важнейшие но подчеркиваю для юга в молдавии это граница молдавских ученых мной были описаны и опубликованы в уэс и две статьи об особенности выращивания высококачественных кажется еще раз об особенности выращивания высококачественных кажется вот две статьи а вот этого автора автора которого называем ваше так теперь ю л и ваше этому сирии сириям здесь бы пригодился шутливый афоризм здесь вам не тут но действительно страшнее дальше полное несогласие с выделенным красным текстом напоминаю здесь нет деления в этой статье на юг-то север вот латинков челябинск железов сад красавском крае шушенский район на этом этапе прочтение просто оставляем на совести автора на совести пропаганду способ окулировка почкой нельзя было просто написать прививка прививка по нашему убеждению вот эта окулировка смертельно опасен для последующего развития саженца сопутствующей большой раны для регионов холодной зоны урала и сибири внимание друзья я не виноват но получилось так что уже готовя эту передачу я взял вот это вот старинное можно сказать старинное учитывая что садоводство на молодое в россии вот это вот из самых первых книг классики вот это вот делали рисунки такие делали окулировку делали а потом писали слева видите вот эта страшная рана вот слева направлено дано страшно но правильно а допустим справа она больше раза полтора едва она страшно неправильно я тогда знаете что сделал это мое слабое место да и латинкова тоже разве можно вот так вот смотрите вот это уже крупный план это чтобы вам понятно было что слева страшная смертельная правильная рана то есть окулировка признается единственным способом при этой работе там нет через запятую капулировка лучшая капулировка врачеб прочее прочее вживление там этого нет вот это предлагается вот это меня вот это удивило и так правильно смертельная рана не верите внимание вот эта фотография у меня целая серия и на одной из них лицо современнейшего не сделано буквально ближайшие от нас сейчас годы доктора наук который собственными руками может быть первый последний раз жизни почему я так говорю потому что это у него образцовый саженец и посажен в образцовую яму вот еще сделаны бортики чтобы он лучше сгнил и там было написано не только для яблони но еще и для груш и если вот так вот представить на этом месте грушу она точно такая же будет правда это яблони вот если вот так вот его посадить в углубление и вот такой страшной раны это смерть я уж не говорю про абрикосы и прочее эти фрукты понимаете в чем дело вот это вот первое наше замечание идем дальше но я взял еще и рыночный саженец вот на рынке они вот так вот это абрикос ура скажите при классической посадке правда это классическая посадка у нас учит уже другой доктор но настоящий чуть не сказал настоящий полковник ну да можно приравнять по этому самому по доктору новых это звание если степень то можно приравнять полковник вот настоящий полковник учил как гноить деревья со страшной раной я бы пожалел вы не знаете не видите ни этого фильма не видите ни его лицо по моему это был первый последний сайт в своей жизни надо надо публиковать надо надо что мне там дальше идет сенкор так автор статьи но в сообщении молдавских ученых меня заинтересовало то что разнокачественность у плодовых деревьев присуща не только вегетативным органам расположенным в разных частях но и их плодами семенам вот это ценнейшее наблюдение я это буквально счастье что они на это обратили внимание понимаете плодам и семенам разнокачественность семена абрикоса изучалась данными учеными на растениях так кое-что пропускает корот корот почему иначе никогда не закончил цветках верхнего яруса меньше тычинок кстати еще хорошего ничего хорошего песики меньше по размеру ничего хорошего содержание меньше правильно туда вода с трудом доходит сухих веществ больше все верно пока я не вижу никакого преимущества будущих плодов и косточек это вот это красным выделено лучшее порастание пыльцы высокий процент завязанную плоду может быть тут спорить я не буду то есть я считаю что неправильно там есть еще десяток других этих самых так называемых причин дальше в верхнем ярусе формируется не только более крупные плоды но и семена ну я бы не сказал но дело в том что приводится цифра довольно странно да вот они но даже если тут 14 16 процентов 11 процентов 6 процентов сердце это не так принципиально потому что вы знаете через какая проблема когда растут деревья вверх я всегда говорю вот саженец посадили и сразу при посадке верхнюю половину крона вот примерно 50 процентов надо больше меньше в зависимости от корней ну хотя бы и мы получаем распластанные саженец по над землей потому что мы в сибири мы в наурале и мы все и вся россия у нас это холод не считая там южных регионов их немного вот поэтому не это главное то есть одна эта критика такая да но это не главное данные многолетних испытаний молдавии показали что вкус плодов меняется от их размера чем интенсивная краска больше размер тем выше качество я тоже согласен одним из показателей определяющих качество плодов уровень накопления сухих веществ и сахаров но тут понимаете они молодцы они настолько дотошные добросовестно что у них получается разница так сухих веществах и сахарах аж на два на три на полтора два процента на одно на два в среднем два процента ночи вы заметите два процента а если взять 98 кусков сахара или 100 кусков сахара я уж так перевожу на бытовой язык вот ну а дальше ну что я уже специально утрирую стараюсь 69 68 69 68 56 53 вы заметите разницу я нет никогда вот 52 51 заметили разницу пол процента два заметили вроде бы все правильно а в реально это не имеет принципиального значения предстоятельными то чтобы выйти ниже уже пользу железа латинкова латинкова железа вот ободненность зависимо от сортов схожи семена абрикоса в верхнем ярусе была на 3 вот это серьезно 20 процентов выше схожи и более чем семена среди в нижнем ярусе вот не верю надо было написать статью получилось 20 процентов не верю вот есть опять есть факторы которые невозможно соблюсти сто процентов это называется сертификации или посадка под зиму то есть первое искусственное среди второе естественно сертификации тут сегодня так а завтра другой год наоборот будет всю жизнь они этим не занимались это надо как мне 30 лет садить 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 а потом уже делать выводы у меня в многих отношениях и у латинкова подборщего науки вспомните того дядюк доктор наук который взял и сделал это сама яма посадил смертельно искалеченный саженец вот и это он еще лучше так что это физиологическое равнокачество семян оказывает большое влияние на жизнедеятельность сеянцев вот конечно не спорю у них что получилось сеянцы абрикосов выращившие семян верхней части кроны дерева на протяжении всего периода вегетации по величине роста превосходили то есть верхней части росли выше то есть более какое слово ключевое превосходили толщина штаба подревеснение обристенность размеры листьев корневая система чем во вторых вот видели бы мои когда у меня всегда верхушки ампутированы но видели бы мои сайты я не догадалась тут несколько этих вставить фотографии саженцем которым 35 месяцев чтобы ледом приходит глотать вот не всем а тем кто разбирается не одинаковая была морозостойкость после первой перезимовки внимание подмерзание сеянцев семян среднего нижнего яруса наблюдали в большем количестве они были более сильные чем у сеянцев семян верхнего яруса то есть получается семена с нижнего среднего яруса неполноценно вот это у меня верхнего яруса нет но у меня допустим когда счет пошел на тысячи тех же абрикосов и когда не было ни одного из тысяч ни одного подмерзания то есть меня вот это не убеждает так сеянцем выращиваем семян верхнего яруса собственно меньше изменения ободненности и тургора листьев тургор знаете что такое это вот как сказать представьте себе кожа на лице здорово здорово молодца и кожа у старика или кожа у того кто хорошо питается и у кого слава ну уже поняли да вот это есть это как бы назвать то а я я для вас написал потом или сейчас прочитайте сами что это такое на буксе наполнены вздутие вот вот это есть тургора то есть тургора лучше у верхушечных помолчу пока 1 характеризуется более высокой водоудержспособностью опять против нас латинков и легче и вполне восстанавливается после заведания так ладно ну что видите мы с вами стали богаче знаю слово турго так наблюдается лучше приживаемость этих саженцев при пересадке в черное поле питомника так таким образом наряду с применяемым комплексом разных агротехнических европриятий использование к превращиванию сеянцев плодовых культур для подвоев в том числе абрикоса абрикоса вот предлагается использовать дифференцированный сбор семян скронную дифференцированную значит только скронную поняли только скронную заводковка семян сверхней части скрона обеспечивает не только повышенную энергию прорастания но и более высокую грунтовую схожесть и более но и улучшает рост повышает морозстойкость зимостойкость засухой увеличит выход первосортных сельцев конечно в счете саженцев уважаемые молдаване вот вы завалили рынок саженцами я думал они может быть даже вы выращиваете а может все таки вы стали перекупщиками вот допустим крымчане стали перекупщиками вот это самое на кубани сплошные эти самые эмигранты из южных стран вот вы можете свои продаете поверьте мне в средней полосе они практически все гибнут а в сибирь и наврале все до единого вы этого не знаете а у меня сотни песен вот и еще у меня есть неудобно хвастаться папка где сотни персиков абрикосов из моих косточек подчеркиваю косточек в том числе косточек черенков которые привиты на местные подвои по всей россии от края до края евразийского материка все они плодоносят и причем у них морозстойкость настоящая так вот это про морозстойкость в молдаве лучше не запоминать не не вспоминать почему молдава маленькая выращивать больше чем может потребить там да а на север она тут же куда-то исчезает ваша саженца хоть с вершины берите кроны хоть середины хоть снизу так немножко я пропускаю ради того чтобы успеть так во многих наших садах успешно растут плодоносят растения сливы выращенные посева семян обратите внимание это совсем другой уже вопрос нет не другой но и именно из семян то есть получается смотрите вишни абрикосы яблони груши другие так а это уже говорит ваше который с которым мы дискутируем практически мы дискутируем с молдаванами он их просто перекладывали переложил на нормальный язык на общем статью вот а он тоже уралис ваше и получается что у него из косточки семечки вырастают такие же культуры практически как будто бы они привиты вот вот это видите жаль что я не прочитал раньше указывая вышепечатанные материалы по абрикосу и не увидел данное сообщение молдавских ученых а то бы обязательно использовал для выращивания плодовых растений только из верхнего уровня вот видите как ну а теперь сейчас сколько там осталось нам поговорить сейчас я с вами сделаю пире потому что сейчас отключится он сам такая вредная нараза этот фотоаппарат с видеокамерой поэтому это назовем первая серия статья будет называться это самое здесь вам не тут и через тире железо латинков это я прошу тех кто будет ее приводить божеский вид и в youtube так здесь вам не тут тире железо латинков против не саранец надо бы коротко подумаем итак я выключаю сам пока она не отключилась выпил чашечку кофе и мы продолжим этот разговор конечно же второй серии может даже добавлю пару еще фотографий которые доказывают именно нашу правоту нашу правоту вы еще пока не видели пока было только как бы назвать немножко иронии так пока до следующей серии а